Прошу обратить внимание. Всем привет, и в этом видео буду записывать реакцию на... Детство без интернета, анимационное видео. Погнали. Пытаюсь. Ну, подсаживай. Чё они делают? На месте. Да. Пытаюсь через заборка вот перекидывать. А, почему именно сюда? Пацаны сказали тут ранетки вкусные. Опа. Осторожно, злая собака. Палим. Эй, парни. Парни, вы где? Эй, пацаны. Пацаны. Я уверен, большинство из вас смотрит это видео на телефоне. Вроде ничего необычного, но вот в моём детстве... Нет, на конфет. Если бы я сказал, что смотрю фильм на телефоне или записываю сообщения через часы, меня бы, скорее всего, сожгли на костре. Так что да, времена изменились. И я бы не сказал, что в худшую сторону. С одной стороны, мы были более социализированы, так как чаще общались вживую. С другой стороны, у современных детей сейчас намного больше возможностей, что ли. Вида в том, что далеко не все пользуются этим правильно. Это да. Так, у меня в руках устройство, где есть все знания мира и вычислительная мощность больше, чем у всего оборудования NASA в 70-х. К слову о возможностях, уверен, у каждого из вас есть мечта, осуществление которой вы долго откладывали. Так вот, сейчас у вас есть возможность воплотить ее в жизнь. При этом неплохо сэкономим. С помощью кредитной карты Тинько в плате. Отлично. Банков до 50 тысяч. Видными выгодами, входить по ссылочке ниже и оформлять кредитную карту, телефоны начали появляться только в старших классах. Так что наши развлечения были более приземленные. Например, игра в парашу. Это когда кто-то один кидается в остальных каким-то предметом, то бишь паршей. И в кого он попал, начинает водить. В качестве предмета чаще всего использовалась пустая пластиковая бутылка. Эники, бэники, ели вареники. Ха! Ты водишь! Бежим! Ну это опасно, слишком мой вяк по мне. Да. Да, выжить было нелегко. А знаете что легко? Нажать на кнопку подписаться под этим роликом. Вы просто посмотрите, сколько из вас этого еще не сделали. Я не хотел до этого доводить, но придется прибегнуть к запрещенному приему. Пожалуйста, подписывайтесь на моего папу. Вообще, мало какие из наших игр можно было назвать безопасными. Вот, например, ножички. Все игроки становились на расчерченный на земле круг, который был поделен на равные доли. Выходить за него нельзя. Затем по очереди кидали ножик в землю, на территорию противника. И если он втыкался, ты параллельно лезвию мог забрать себе кусок недвижимости врага. Побеждает тот, у кого будет самая большая территория. Ну, и вы представляете, дети, ножик, броски. И все это на ограниченном пространстве. Так, моя очередь. Мне кажется, ты недопонял правила. Тебе кажется. Или вот, взять догонялки. Веселая детская игра, но нам не хватало челленджа. Поэтому мы играли в нее на стройке. Поздним вечером. На верхнем этаже. Малолетние дебилы. Конечно, летальных исходов не было, но травмировались мы постоянно. Все, попался. Не поймал. Так, была земля, воздух, теперь вода. Разумеется, отсутствие техники безопасности также не обошло и водоемы. Я уже молчу про прыжки с берега в темную воду. Так, я думаю, делали и делают многие. И сразу оговорюсь, не стоит. Я лично знаю чувака, который после прыжка в неизвестный водоем сломал себе шею. Слава богу, остался жив. Тем не менее, мы все равно искали все новые способы покалечиться. Например, покупали пачку бомбочек и шли на озеро. В воду залазили все, кроме одного. Он поджигал бомбочки и просто кидался ими в нас. Остальные должны уворачиваться. Побеждал тот, кто в живых, видимо, останется. Так как правил особо не было. Нам просто нравилось. Какие же вы идиоты! А больше воды мы любили только скорость. Горизонтальную. Быстро падать сверху вниз нам не нравилось. Нашим единственным транспортным средством тогда были велосипеды. А упасть на велики это вообще дело святое. У каждого моего друга было как минимум по одному шраму, связанному с велоспортом. Меня это не обошло стороной. Коленки, локти, подбородок. Все стало жертвой асфальта и чрезмерной поспешности. А еще напомню, что это были лихие 90-е. Так что на просьбу постороннего... Дай по-братски кружок сделаю. Лучше не реагировать. Короче, у нас и без гаджетов было весело. Живое общение, постоянные приключения и... Шавку снимаю. Все. Мне видеоголик понравился, надеюсь, как и вам. Если так, то ставьте лайки и подписывайтесь. Я на этот канал сейчас подпишусь. Мне понравилось очень видео, поставлю лайк. Так же делайте с моим каналом. Всем до скорых встреч. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok